Как легко на самом деле испортить игру и атмосферу Посмотрите, что он в принципе подметает Воздух он даже метлой не касается То есть вот из таких вот мелочей И состоит прекрасная, казалось бы, игра The Sinking City Игра, которая своей атмосферностью вообще должна вас завлечь Интересными квестами и так далее Но, увы, нет Вы получаете, как я назвал ролик Деревянный детектив в деревянном городе Очень печально Я вообще думал это видео снять как-то в формате обзора Но тут обозревать-то, собственно говоря, нечего Игра, казалось бы, должна быть сама по себе неплохой и интересной Но посмотрите, что мы получили в результате История, может быть, и неплохая Хотя, конечно, поведение детектива очень странное Его реакция на людей, рыб На вот этих вот истмунцев Да, она вообще неадекватная Любой бы нормальный убежал давно Его реакция на человека к обезьяну Тоже какая-то такая Ну а что? Почему вы так выглядите? Норм! Его реакция на город С вот такими вот странными персонажами Которые вообще не пойми, что делают Она тоже нормальная Анимация, как вы видите, тоже Ну вот Это из серии Терминатор, да Просто рука в локте не сгибается Не смогли, наверное, нарисовать Слишком сложно То есть вот Такими вот всеми вещами Наполнена вот эта игра В которую нам предлагают поиграть Я, честно говоря, где-то через полтора часа Как играть начал Я хотел вообще бросить Потому что мне показалось Что это полная просто ерунда И такие примитивные квесты Они очень как-то примитивно проходятся Потом я через какое-то время Немножко посмеявшись Над вообще действиями НПС Над действиями жителей Над тем, что город весь одинаковый По факту Какие-то странные птицы вы видите После этого я немножко все-таки Так подуспокоился И продолжил игру И в принципе я дошел до конца Но, конечно, вот я сейчас Такая вот большая пойдет нарезка Всяких моментов Которые просто Я хочу вам показать На что нужно закрыть глаза Если вы хотите игру все-таки пройти до конца Если вы будете на это обращать внимание То истории Лавкрафта Ктуху и так далее Вы проникнуться не сможете Как ни старайтесь То есть вот эта вот деревянщина Которая идет со всех сторон Она просто на протяжении всей игры Вас не покидает Вы ее видите Вы ее чувствуете Это просто абсолютно ужасно Хуже, но я даже не знаю В этом плане Ну вот как вам лицевая анимация, да? Ну шик же Кто-то думал, что в Mass Effect Andromeda хуже Ну, вы видите Если постараться, можно сделать еще более печально До встречи Так что, в общем, я скажу так Что игра может быть неплохая, да? Но вот на такое вот Вот смотрите На вот это просто не обращайте внимания Если про вот это забыть Да? Вот деревянный манекен с деревянной газетой И такие персонажи у нас расставлены по всей игре, да? По всей карте Вы их видите, они постоянно Жители города вообще в принципе Не знают о существовании друг друга О существовании вас Они даже не уверены Они не знают о существовании города Вот когда залез ему на голову, да? Газету ветром сдуло И то он не понимает, что произошло Ну то есть настолько коряво реализовано Что просто грусть и печаль И давайте теперь посмотрим дальше В игру стоит поиграть Но при условии, что вы готовы Вот к такому вот трешаку Вот смотрите, очередной пример Это Что она делает? Она сидит Она сидит, во-первых, здесь всю игру То есть в любой момент, как вы заходите Это газета Редакция газеты Третий этаж, наверное, получается Она все время сидит И на печатной машинке, в которой нет бумаги Что-то там заколачивает Я не понимаю вообще, зачем такого персонажа сажать Это полный треш Двери открываются, вы их просто лбом толкаете Это тоже очередная Печальная Причем они потом автоматически закрываются за вами Это я тоже не очень понимаю, что это Через какое-то время вы еще замечаете Что все помещения Они в принципе одинаковые Во всяком случае Ну есть, скажем, вот вариант частного дома Вариант там газета полиция Вариант там ратуша Но по факту, да Дома вообще не те же Вы забегаете каждый раз там за один и тот же угол И видите одно и то же фактически Я уже молчу там про одинаковые Книжки и тряпочки Которые лежат на пианино По всему городу Вообще одно и то же То есть Кто делали игру Ну понятно, что они не заморачивались Получился ли хоррор? Хоррор тоже, я скажу, не получился У нас там где-то 5 видов врагов всего Это грусть и печаль От них проще убежать, чем стрелять по ним Стрельба Ну вы видели, я вам показывал Как пистолет поднимается в руке В общем, все остальное оружие Выглядит примерно так же уныло И смысла Напрягаться никакого нет Лезть в эти районы, где там монстры Вам там ничего не надо Даже просто не обращайте на это внимание И проходите мимо Давайте посмотрим, что у нас тут еще интересного Лодка, конечно же Во-первых, она ужасно управляется Во-вторых, она медленная Во-вторых, вот вы периодически встречаете Вот таких вот персонажей Как они туда попали? Рядом ни лодки, ничего, одна вода То есть что? Ну понятно, что игра его сгенерировала Причем периодически они возникают из воздуха Но просто логика, где? Что этот персонаж там делает? Я вообще этого не понимаю И вот вы плаваете Нарисовано, казалось бы, красиво Да, где-то кто-то сказал такую вещь Что прям чувствуется запах Гнили этого города и так далее Вот хорошо, что монитор не передает Да ничего подобного Чувствуется картон и деревянщина Вот что чувствуется в этой игре постоянно Чувствуется фейк Фальшивость и ненастоящесть Того, что вы видите Это все реальный фейк Что вы там делаете, я совершенно не могу понять Это фейк Ничего настоящего в этой игре нет Это картонные декорации С появляющимися из воздуха людьми Людьми, которые просто ходят По какому-то намеченному маршруту Просто кругами Это вот Один в один шоу Трумана Помните, там был такой момент Когда он наконец-то заметил Что машины ездят по кругу И он начал отслеживать их Вот в этой игре у вас постоянно Вот это вот ощущение Что эти персонажи Они ничего не понимают Ничего не делают Они просто вот Бродят и все Вот смотрите Здесь есть некая такая Точка притяжения Да, какая-то бочка с огнем Вот идет один товарищ Вот там еще двое Зачем они туда идут? Это же тупик Лодкой они пользоваться не умеют Они подходят Они там что-то начинают греться Потом они разворачиваются Они уходят Некоторые просто подходят Вот он подошел к воде Спустился вниз Развернулся И пошел обратно Прекрасно Для чего? Что он? Проверил Есть ли вода? Может быть она исчезла куда-то? Исчезающие люди То есть вот Все вот такое вот Ну шляпа Правда Может быть старались Но я вижу что не получилось Никакой реакции на вас Толковой совершенно нет Вот что они бродят? Кто эти люди? Почему они в такой одежде? Почему они повторяются? Они из какой-то секты Что? Зачем они? Совершенно ничего не понятно Fast Travel Вот вы видите там мелькает Периодически телефонная будка Но это не так плохо Хотя бы спасибо что оно есть Потому что по этому городу Именно бегать И искать какие-то адреса Это абсолютный просто трэш и жесть Это такая скукотища Вы просто тратите на это кучу времени Потому что все квесты Это череда Приди в одно место Узнай что тебе нужно идти в другое На карте его найди То есть вот все что вы делаете Вот смотрите Очередные паломники идут к бочке Я не знаю Ну наверное какие-то странные сектанты Вот они все идут 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 Все идут сюда Зачем они сюда все время ходят? Что там медом намазано? Я не могу никак понять Вот это вот все не продумано Очень глупо сделано Значит что я говорил? Про сюжет Значит находим нужное нам место Приходим туда Если мы в это место Пришли раньше Чем мы обнаружили Где оно находится Там в какой-то картотеке В ратуши и так далее То в этом месте Ничего не будет из того Что нам надо Вы не можете раньше времени Прийти и что-то получить Да Только когда вы вот по порядку Все сделали Только тогда в этом месте Появятся монстры и так далее Сейчас я так понимаю Что вот должны ребята Исчезнуть около бочки Через какое-то время Вот они вроде есть И тут немножко Если покрутиться То они потом исчезнут Ну это такая вот Очень странная схема Иногда срабатывает Иногда не срабатывает Но Как бы тем не менее Оно есть Видите вот ушли Вот это вот тоже Прекрасный пример Как не надо делать игру Что они пытаются открыть Я в это место По сюжету попадал кучу раз Значит Персонажей подрисовывают разных Но что они делают Я не понимаю Там даже нет замка Но нарисуйте вы Хотя бы нормально Один открывает с краю Другой пытается Открывать с центра На меня они вообще Не реагируют Они вообще ничего не понимают Что он делает Я честно говоря Просто вообще Не могу никак понять Это полная клиника И вот они там Все время стоят То есть Сколько вы будете бегать А не столько будут Повторяющаяся Вот эта анимация То есть Это опять Бюджетность Дешевизна Продукта Что есть То есть Ну что Что он открывает Ничего там нет Действительно Никак не открыть Очень странные ребята Это тоже Вот они машут Значит газеты продают Тоже Ну казалось бы Да Оно сделано Но ты не можешь с ним Вообще Не разговаривать Ничего То есть Он стоит Самозабвенно Сам по себе Ты можешь в него Врезаться Бегать вокруг него Он ничего не понимает Вот вернемся На это место Заново Видите Парни поменялись Но смысл тот же Они по прежнему Ничего не могут сделать С этой таинственной Дверью На которой нет замка И вот Они будут До посинения Значит В воздухе Водить рукой Толку с этого Совершенно Никакого нет Не было И никогда не будет Ну Я не знаю Ох Среагировали Среагировали Вдруг он Резко Начал В меня Стрелять И вот этот Конечно Тоже Вот Стрельба Но она Абсолютно Отвратительная Очень тяжело Попадать Как то вот Такая Ну картонная Да Начинают Тут бегать Какие то Жуки Сразу же Вы сразу Теряетесь Это может быть Даже в какой то Мере сделано Прикольно Но оно Абсолютно Не пугает Не дезориентирует Ничего В этом просто Нет никакого Смысла То есть Это совершенно Абсолютно Такой Неинтересный Момент Который Ну есть И есть Ну и ладно Больше Раздражает Чем Как бы Толк Какой то С этого Атмосферности По моему Это не очень Это добавляет Наверное В большей степени Даже атмосферность Разрушают Вот эти все Сценки Может быть Вот Какие то моменты Были бы удачными Но все Что вы видите Остальное Оно Превалирует Над Удачными Какими то моментами Что происходит Здесь Куда он Целится В кого он Стреляет Да Там никого нет Там никого нет По идее Там должен Наверное Кто-то лежать Потому что Это знакомая Всем сценка Но там Нет никого Просто Забыли Дорисовать Абсолютно Деревянная Анимация Вот в очередной Раз Одно и то же Снова Снова Наши Друзья Опять Новый Внешний Вид У них Молодцы Очень Классно Просто 5 баллов Разработчикам Так Использовать Одно и то же Это еще Уметь Надо Такие Типа Фейк Диджей На Ютуб Посмотрите Как они Делают вид Что они Играют Монстры Вот они Страшные Монстры Застревающие Просто В заборах Которых Вы можете Вот Молотить Никакой Проблемы Нет Обратите Внимание Человек Стоящий Рядом Житель Города Он вообще На это все Не реагирует Для него Это норма Они не обучены Реагировать На монстров Они не обучены Ничему Кроме как Стоять И дожидаться Вот чего-то Вот он взорвался Этот как стоял Спиной Вообще Даже не повернулся Может быть Глухой Конечно Я не знаю Что у него Там за проблема Дефект Но И это везде Так То есть люди Не реагируют Ни на что Могли бы Хотя бы нормально Сделать Прописать Какой-то алгоритм Вот опять Застрял в стене То есть это Постоянно Происходит Вот это вот Умеют показывать Красиво Фотографично Это как бы Получается Хорошо Все остальное Конечно Получается Очень плохо Что-то Видите Какие-то Остатки Там еще В стене Колышутся Ну я не знаю Ну вот правда Вся игра Такая Ну что Что это Такое Вот что Оно там И Благополучно Исчезает Исчезают Кстати В ноль То есть Движок игры Не может Обрабатывать Ничего Много объектов Да Здесь Вот тоже Вот таких Косячков Тоже Куча Я так понимаю Что человек Невидимка Перед нами Половинка Невидимка Они говорят Кстати говоря Одни и те же Реплики Постоянно То есть Никак не реагирует На вас Совершенно Здесь Я умудрился На лодке Застрять То есть Это тоже Регулярно Происходит Она Крутится Куда угодно Пока Джой То есть Ну очень Странно Все На самом Деле Как вам Вот этот Вот эффект То есть Это происходит Когда вы Что-то Спрашиваете С библиотекой Вообще Куча Магии Вот люди Сидящие В паркете Ну Массовая проблема И ничего И пошла И что И ничего Все Тут же Про вас Забыла Дверь Перед ней Автоматически Открывается И все Вот это Мне тоже Очень понравилось Ну Не протиснуться Никак Туда Не Помещайтесь Вот Ни бочком Никак Не пролезть Ничего Ну Ну Как это Может быть А все Почему Нужно Вначале Поговорить С ним Всякие Вообще Вот Просто Город Наполнен Странностями Причем Эти странности Не из-за того Что это Лавкрафт Не из-за того Что это Атмосфера Да Как вам Кстати Вот тень Вот дворник Появился Из воздуха Опять Метет Воздух Здесь Я решил Провести Эксперимент Как они Вообще Будут Реагировать На капканы Например Я вам скажу Что его еще Поставить Это тоже Та еще Задача Вот они же Бродят Совершенно Хаотично Напоминают Дешевые Роботы Пылесосы Вот в одну Стенку Врезался Да Пошел В другую Ну и что Ничего Страшного Оп Капкан Исчез Наверное Остался Внутри Где-то Асфальта Ну то есть Картонность Картонность Вообще Во всем Давайте Попробуем Еще разок Ну нормально Да Нет проблем Что за Вот Магические Вообще Давайте Еще раз Поставим Капкан Посмотрим Бери 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 Но при этом Капкан Опять Исчез У них Вообще Очень Странная Реакция На вас Иногда Вы Поднимаете Там Какой-то Кирпич Или Что-то Они Нормально стоят все Иногда вы даже, что? Ничего еще сделать не успел Даже не замахнулся толком Просто показал в руке кирпич Уже все убежали То есть вот это вот, конечно, ужасно портит всю атмосферу игры Вот такие вот косяки А вот эта сценка Это же шедевр Им просто в театре Работать Причем эти же парни, они же не только здесь Они в разных местах присутствуют Вот посмотрите, до конца это шикарная анимация Они делают совершенно непонятно что Потом вдруг два персонажа, которые друг о друге не знают Вдруг они начинают ссориться Показывают друг другу пустые руки Как такой рестлинг Вроде бы ударил, не коснулся, но противник упал И его заново Оп Ну рестлинг, натуральный рестлинг Ну тут Как всегда, ничем помочь нельзя Я хотел спасти его, но В общем получилось не очень, честно говоря И вот еще один замечательный парень Что он там То ли кассу Ну в общем В этом смысле Если вы на это будете смотреть То играть в игру, конечно Без слез невозможно Совершенно Она вся вот такая Поэтому, конечно Лучше не обращать на это внимание История сама по себе Более-менее Хотя все такое Клишированное И квесты клишированные Ну Скажем, ладно Если закрыть на это глаза То один раз сыграть можно А так, конечно Полная дребедень В общем такая вот Игра вышла Спасибо, что посмотрели Подписывайтесь на канал И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok